Хэллоуин, канун дня всех святых. История и традиции праздника. В ночь с 31 октября на 1 ноября празднуется канун дня всех святых, Хэллоуин. Праздник, уходящий своими корнями в глубину веков и традициям древних кельтов. В ночь с 31 октября на 1 ноября в США и Канаде отмечается Хэллоуин, старинный кельтский праздник, именуемый также кануном дня всех святых. В последнее время праздник стал популярным также в Европе и России. Корни праздника уходят во времена дохристианской эпохи. Племена кельтов, проживавшие на территории Англии, Ирландии и Северной Франции, делили год на две части – зиму и лето. 31 октября считалось у них последним днем уходящего года. Этот день также означал окончание сбора урожая и переход на новый зимний сезон. С этого дня, по традиции кельтов, начиналась зима. Празднование нового года происходило в ночь на 1 ноября. В эту ночь, по древнему поверью кельтов, миры живых и мертвых открывали свои двери, и обитатели потустороннего мира пробирались на землю. Кельты называли эту ночь Самайнам или Самхейнам. Для того, чтобы не стать жертвами духов и привидений, кельты гасили в своих домах огонь, надевали на себя звериные шкуры, чтобы отпугивать незваных пришельцев. На улице возле домов оставлялись угощения для духов. А сам народ собирался у костров, разводимых жрецами-друидами, и приносил в жертву животных. После жертвоприношения люди брали священный огонь, чтобы внести его к себе в дом. Символом праздника была тыква. Она не только означала окончание лета и сбора урожая, но и отпугивала злых духов священным огнем, который зажигался внутри нее. С наибольшим размахом Хэллоуин отмечается в США и Канаде, где он наиболее популярен. В XIX веке огромное число ирландцев эмигрировало в Новый Свет, принеся с собой традиции Хэллоуина. В США Хэллоуин – праздник, когда продается больше всего конфет, и второй, после Рождества, праздник по общему обороту предпраздничных продаж. У него даже есть свои столицы – Лос-Анджелес и Нью-Йорк, где в этот день проходят наиболее яркие и красочные гуляния и карнавалы. Атрибуты американского Хэллоуина. Фонарик из тыквы Джек-Оу-Лентенс и попрошайничество сладостей – Трик-Ор-трек. Древний обряд Трик-Ор-трек, угощай или пожалеешь, стал любимой игрой детворы, которая наряжается в костюмы чудовищ и ходит по соседским домам, пугая взрослых, а те, чтобы задобрить призраков, откупаются от них сладостями. Несмотря на то, что американцы отмечают Хэллоуин более двух веков, праздник не является официальным. Однако это не мешает жителям Нового Света тратить ежегодно большие деньги на тыквы, украшения, свечи и поздравительные открытки. В Германии Хэллоуин отмечают не менее красочно. Замок Фрэнкенштейна в Дармштадте, федеральная земля Гессен, привлекает в ночь на 1 ноября тысячи людей, переодетых в костюмы монстров. А местные жители верят в то, что именно в эту ночь привидение хозяина появляется на крыше замка. Во Франции самые впечатляющие шествия проходят в пригороде Парижа Диснейленде и в городе Лимаже, куда ежегодно приезжает более 30 тысяч человек. Именно там проходят самые запоминающиеся парады гоблинов, вампиров и призраков, освещающих свой путь фонарями-тыквами. В Китае Хэллоуин известен как Тэн-Чай, день поминания предков. В этот день перед фотографиями умерших родственников китайцы ставят еду и воду, а также фонарь, освещающий путь душам предков, путешествующих в ночь Хэллоуина. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Всем спасибо за просмотр.